В Бельцах, втором по величине городе Молдавии, развернулось противостояние сторонников мэра города Рината Усатова и представителей парламентского большинства. Дело в том, что в городском совете большинства у них нет, поэтому они пытаются выдавить оппонентов. С подробностями Артем Кол. Несколько литров воды в сутки и на этом все. Муниципальные советники города Бельцы Молдавии уже пятый день отказываются от еды по политическим мотивам. С помощью голодовки они пытаются достучаться до международных организаций и сказать, что против них идет самая настоящая травля. На каждого из нас возбуждены уголовные дела. У кого одно, у кого два, у кого три. На женщин, которые у нас являются преподаватели в русских школах, гонение, что они якобы обижают детей. Какие-то там пытаются говорить, что берут деньги за какие-то зачеты. Значит, ну все вымышлено, все это наговоры. Это советник города Бельцы и представитель политического движения «Наша партия», которого возглавляет Рината Усатый. По совместительству он еще и глава города Бельцы. Но с 2016 года живет в России из-за преследования по политическим мотивам. Я уехал из Молдовы не из-за того, что я боюсь тюрьмы. Просто я понимаю, что в течение месяца максимум меня в ней же похоронят. И я не смогу вообще каким-то образом поддерживать процесс своих людей и так далее. Около 30 уголовных дел открыто против Рината Усатого на родине. И по его мнению, это попытка республиканской власти задушить голос оппозиции в Молдавии. После того, как глава города Бельцы покинул родину, начались преследования его соратников. После выборов в 2015 году почти половину городов страны возглавили представители именно оппозиционной нашей партии. Что сильно разозлило давнего противника Рината Владимира Плохотнюка. Он хочет взять весь парламент. Он хочет взять весь парламент. Он сегодня хозяин большинства парламентского. У него сегодня карманные суды, карманные прокуроры, карманные полицейские. Ему надо сохранить ситуацию. Потому что сегодня для него потерять власть, это значит получить несколько пожизненных сроков. Причем законных, не из-за того, что я так хочу и так далее. То есть количество преступлений, которые Плохотнюк совершил в разных странах мира, поверьте, потянут как минимум на два пожизненных срока. Бизнесмен, олигарх и председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плохотнюк, по мнению Рината Усатого, пытается взять под контроль северную столицу республики, город Бельце, чтобы на предстоящих в этом году выборах в парламент не было конкуренции. Он захватил нашу страну. Сегодня в Молдове подчиняются все судьи, все прокуроры, все органы силовые. Все подчиняются одному, Плохотнику, одному хозяину Плохотнику. Но они работают в связке вместе с нашим президентом. По словам депутатов Горсовета, им каждый день угрожают представители правоохранительных органов. Из 26 сторонников Рината Усатого под давлением покинули партию уже трое. При этом власти страны официально стараются не замечать ни протест, ни голодовку советников. В отличие от международных представителей. Сегодня в мэрию приехали делегации из посольства США и из Евросоюза. Они выслушали каждого из нас. Они сказали, что действительно по отношению к советникам нашей партии в Бельцах нарушаются все конституционные права и права человека. И это ненормальное отношение по сравнению к своим гражданам. Члены делегации пообещали депутатам поговорить с властями страны. Но советники не торопятся заканчивать голодовку и свой протест. Представители мэрии города Бельцы каждый день поддерживают горожане ежедневными звонками. Мы вас поддерживали, держитесь, пожалуйста. И коллеги из других городов. Мы активисты нашей партии города Бельцаха. Поддерживаем наших коллег. Здравствуйте. Мы, советники и активисты нашей партии района Дон Душень, хотим выразить свою поддержку акции протеста бельских муниципальных советников. Примечательно, что события в мэрии Бельцы освещают только небольшое количество независимых в Молдавии СМИ. Крупные телеканалы страны находятся под контролем главы демократической партии Владимира Плохотнюка. Артем Кол, Валерия Боровикова, Анна Погонина, Вести.